Здравствуйте! Вы смотрите выпуск СтопФейкНьюс. Здесь мы рассказываем о пропаганде и манипуляциях в интернете и на телевидении. Разбираемся, кто и о чем там врет. Меня зовут Марго Гонтар. Российские СМИ собрали все, что смогли об участии президента Украины в 73-й сессии Генассамблеи ООН. Акценты в стиле кремлевской пропаганды. Три четверти своего выступления по подсчетам работников РИА Новости украинский президент Петр Порошенко якобы посвятил, рассказывая о претензиях к России. А всего три с половиной минуты, мол, о самой Украине, добавляют они. Но вот о том, в каком контексте Порошенко упоминал Россию и к чему призывал, упоминает сдержанно. Например, опускают требования президента к международному сообществу, чтобы соблюдался устав ООН. А те, кто нарушают его принципы, должны нести ответственность, а также о необходимости реформирования Совета Безопасности, чтобы Россия перестала злоупотреблять правом вето в нем. Арти представила в своем материале фактически ответ России на выступления Порошенко. Обвинения в сторону Российской Федерации назвали надуманными. «Мы охраняем именно свои территориальные воды, куда входит и Крым как субъект России», – сказал зампредкомитета Госдумы по делам СНГ. А миротворческая операция на Донбассе якобы представляет собой карательную операцию, по мнению другого комментатора. Не оставили без внимания российские СМИ и историю о том, как Порошенко случайно зашел в переговорную комнату российской делегации в ООН. При этом глава МИДа Российской Федерации Сергей Лавров прокомментировал это так. «Наверное, с туалетом перепутал». Пропагандистов не смутило сравнение своей переговорной с уборной, и они взахлеб рассказали и об этом тоже. Еще была даже затронута тема фейк-ньюс, когда Порошенко отказался общаться с представителями российского СМИ и назвал их фейковыми. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков прочитал целую лекцию, заявив, что распространение ложной новости – это очень серьезное заболевание современных средств массовой информации. По мнению Пескова, нельзя ассоциировать СМИ всей страны с теми СМИ, которые дают некачественную лживую информацию. Конечно, нельзя, но что поделать, если внушительная часть российских кремлевских СМИ именно такую информацию и дают. Больше о выступлении Порошенко на Генассамблее ООН и реакции на него РосСМИ смотрите у нас на сайте. Руководство Украины само отказалось от Крыма и Севастополя. Это вот по словам Затулина, зампреда комитета Госдумы РФ по делам СНГ. Мол, Украина денонсировала, то есть объявила прекратившим свое действие договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией и все, отказалась. Речь о Большом договоре, как его еще называют, в рамках которого страны признали границы и обоюдно решили уважать территориальную целостность друг друга. И вот по мнению Затулина, разорвав договор, Киев якобы потерял юридические основания для возвращения аннексированного россиянами полуострова. Но это манипуляции. Россия еще 4 года назад, в 2014 году, сама нарушила основные положения договора. После начала российской агрессии на Донбассе и аннексии украинского Крыма, власть Украины заговорила о возможном разрыве этого документа. 17 сентября этого года Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение СНБО о прекращении действий документа. А спустя пару дней МИД направил России ноту с уведомлением о прекращении договора. Само решение президента вступит в силу, когда за соответствующий законопроект проголосуют в Верховной Раде, рассказал в комментарии радио Крымреали сотрудник Национальной Академии Наук Украины Максим Яли. Ни о какой сдаче Крыма официальным Киевом не может быть и речи, ведь именно Россия нарушила договор. Он не будет продлен. Формулировки тут очень важны, сказал Яли. Скандально известный депутат Госдумы Российской Федерации Затулин еще 9 лет назад намекал на возможную аннексию Крыма. Тогда он заявлял, намекая на договор, что никакие юридические аспекты не помешают России. СБУ запретило въезд Затулина в Украину еще 10 лет назад, в 2008 году. Министр иностранных дел в Венгрии якобы пригрозил Украине войсками НАТО. Так об этом сообщил ряд украинских и российских сайтов. Но на самом деле Петер Сиярта таких заявлений не делал. Это легко проверить. Достаточно посмотреть его интервью телеканалу Россия 24. Вопрос про вооруженные силы и прочее пытался поднимать как раз работник российского канала. Сам же Сиярта вопрос, по сути, обошел, сказав, что пусть этим занимаются сами украинцы и что он старается не вмешиваться в дела другого государства. Кроме этого, он сказал следующее. «Все, что я могу вам сообщить, это то, что если Украина высылает нашего консула, я обязательно вышлю из Венгрии одного из украинских консулов, так как я обязан принять зеркальные меры в отношении таких действий, которые без ответа оставлять ни в коем случае нельзя». Никаких вооруженных серьезных угроз в сторону Украины, тем более с упоминанием войск НАТО, в интервью не звучало. К слову, заявление об угрозах Украине опроверг и заместитель главы украинского МИДа Василий Боднар. Стоит отметить, что в конце сентября прошла встреча главных уполномоченных пограничников Украины и Венгрии, во время которой стороны констатировали, что обстановка на общей границе остается динамичной и контролируемой, а система охраны украинско-венгерской границы работает на надлежащем уровне. Сама ситуация с консулами – это продолжение истории о раздаче Венгрии паспортов гражданам Украины и ставшее публичным видео, где украинцев, получивших, судя по всему, эти паспорта, просят об этом не говорить украинским властям. По словам главы украинского МИДа Клинкина, консул будет лишен аккредитации и скоро покинет Украину. Но мы продолжим следить за расследованием по этой теме. Ну что ж, это был выпуск программы Stop Fake News. Мы продолжаем свою работу, чтобы помочь вам разобраться, какие СМИ врут и как не попасться на их фейках. Если вы увидели новость, которая вызывает у вас сомнения в ее правдивости, присылайте нам на проверку на почту или через форму сообщить о фейке. Больше новостей и аналитики читайте на нашем сайте stopfake.org. Комментируйте, ставьте лайки. Делитесь этим выпуском на своих страницах в соцсетях. До встречи ровно через неделю. Оставайтесь с нами. Субтитры подогнал «Симон»